Итак, первый период, самое начало, исход второй минуты. Вот этот бросок Дитковского, после которого шайба вонзается под перекладину. Так за Урале открыла счет, причем не сразу же все заметили, что шайба зашла именно в створ ворот, а не в перекладину. Только после просмотра это определили. Так за Урале открыла счет. Вот вы видите, как долго после этого продолжалась игра, и только после паузы это второй гол Егора Круженкова. Помог ему рикошет от хоккеиста Сокола, 79 номера, Марка Гериха. Круженков бросал от своего офиса, и рикошет от Коньков, и шайба зашла между щитков голкипера Сокола Ильи Румянцева. После этого Румянцева заменили, вышел Александр Тюбин у Сокола, и он очень, кстати, хорошо вошел в игру, забегая вперед, скажем, что пропустил только овертайм. Это уже проход Ильи Кожухова, который переломил ход матча через всю площадку. Классно Илья Кожухов разобрался, и вышел 1-0, и одну шайбу отыграл. Так счет у нас становится 2-1. Классный проход Кожухова, и классное завершение. И буквально чуть больше минуты прошло у нас после гола Ильи Кожухова, как счет уже стал равным. Прозевали курганцы контратаку 2-1, и Скворцов спокойненько с передачи все того же Ильи Кожухова. Разыграли все как по классике красноярцы. Кожухов отдал, Скворцов, ну уже пустой угол перед ним был, и спокойно Скворцов замыкает эту передачу 2-2. Все это у нас случилось в первом периоде, максимально результативном. Во втором периоде заброшенных шайб не было, но это не значит, что игра была скучной или интересной. Нет, моменты были. Вот, например, отличный бросок Ивана Гавриленко из классной позиции. Дюбин потащил. Еще одна хорошая атака. Михалев попадает в перекладину. Классный момент от Владимира Михалева. И так расстроился он, конечно. Но это уже пошел третий период. Здесь Николенко падает. Тот момент, когда к праву арбитры классно разобрались. То, что Тютнев правило не нарушал. И в итоге удаление не случилось. Павла Тютнева. Большинство Сокола 5 на 3. Вот момент суперсейф. Никишина номер один. Никишин остается без клюшки. И сейчас вы увидите, как он без клюшки потащит бросок. А нет, здесь клюшку ему еще в этом эпизоде вернули. Да, это первому моменту. Классный был шанс у Сокола в третьем периоде. Остались курганцы втроем. Вот Никишин теряет клюшку. И сейчас будет бросок Травина. Вот Травин бросает. Никишин без клюшки умудряется свою команду выручить. Но это уже овертайм. Моментище Круженкова. Сейвище. Дюбина. Великолепный просто. Сокол в третьем периоде 5 на 3 не реализовал. 5 на 4 не реализовал. Дальше уже за Урале. В овертайме получила два большинства сразу же. И второе использовала. Передача Камиля Шафаддинова. И Андрей Ерофеев в своем стиле на пятаке отклеился от соперника. И точно бросил с близкого расстояния. Принеся за Уралью победу. За счетом 3-2. Курганцы продлили свою победную серию до 4 матчей. А Сокол потерпел пятое поражение подряд. Но третий подряд снад.